Здравствуйте, это Носи на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. При вас пистолет был. Откуда у вас этот пистолет? Ну шо. А где вы его нашли? Ну, в городе. Шантаж вышел боком. Полицейские задержали троих парней, подозреваемых в вымогательстве денег у жителей республики. Более подробно через минуту. Пока выбивает пробки. В поселке Загородный проблемы с электричеством не решаются давно. В чем проблема, узнаем в сюжете наших коллег. Тепличное хозяйство Дагестана растет, но безопасно ли употреблять выращенные овощи в пищу? На этот вопрос сегодня ответят сотрудники Россельхознадзора. Бойцы ММА из клуба Universal Fighters завоевали первое общекомандное место на чемпионате Дагестана в городе Каспийск. С чемпионами пообщались и наши коллеги. Расскажем в конце выпуска. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в вымогательстве денег у жителей Махачкалы. Злоумышленники получили 60 тысяч рублей у потерпевшего, угрожая распространить о нем интимную информацию. Молодые люди зарегистрировались под вымышленным именем в соцсетях и представлялись пользователем 16-летней девушкой. Спустя некоторое время они нашли жертву, который стал активно писать новой знакомой и между ними завязалась переписка. Мы в итоге встретились, когда встречу я назначил и приехали со мной, которые трое ребят. И начали, короче, деньги у него просить. Сумму денег, чтобы меня отозрали в полицию. Какую сумму предложили? 60 тысяч. Что с деньгами вы сделали? Отдельные. При вас пистолет был? Откуда у вас этот пистолет? Нашел. А где вы его нашли? На море. Как давно? 3 дня назад. Потерпевший несколько раз переводил злоумышленникам деньги, но поняв, что они не прекратят его шантажировать, обратился в полицию. Она и задержала троих вымогателей 20, 21 и 23 лет. Все они проживают в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье вымогательства. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже дамских сумок. В отдел полиции Махачкалы с заявлением обратились две местные жительницы, работающие в салоне по продаже мебели. По их словам, неизвестный, находясь в торговом помещении, украл принадлежащие им две сумки, стоимость каждой из которых 20 тысяч рублей. В одной из них находились деньги в сумме 140 тысяч рублей, в другой – 3 тысячи. Полицейские в короткие сроки вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Махачкалы. Установлено, что мужчина, находясь в магазине под видом покупателя, увидел, где хранятся личные вещи работников. Воспользовавшись удобным моментом, он открыл шкаф и забрал женские сумки вместе с их содержимым. Часть похищенного возвращена владельцам. Возбуждено уголовное дело. Проблема одного поселка. Жители Загородного долго добивались установки трансформаторной подстанции. Работ было проведено много, однако он простаивает без дела. От энергетиков не могут дождаться технического условия на эксплуатацию оборудования. На место выехал наш корреспондент Карин Муданиев. Немногие жители микрорайона Загородный в поселке Шамхал-Термен застали стабильное электричество в своих домах. С 2003 года люди обращаются во всевозможные инстанции, однако проблемы с обеспечением качественной электроэнергии не решались. Все обращения заканчивались переносом проблемы на следующий год. И так раз за разом. Компьютер включает, пропадает перенапражение. Замыкает. Сколько уже сгорело этих трансформаторов. Поэтому сколько жалуемся тоже туда, в город. Если честно, брат, вот сейчас утро, если даже 6 часов что-то включить, то может стерильная машина работает. Но нужно холодильник вытащить, там еще что-то вытащить, чтобы одна стерильная машина работала. Когда ты стерильную машину выключаешь, то холодильник включаешь. Ночью, например, где-то 7-8 часов, полностью все выключаешь. Какой-то период, часа-два, нужно все выключить, чтобы хотя бы нормализовался свет. Настолько все это и портится. И вот горят телевизоры, вот соседка, девушка живет, говорит, там дорогой телевизор купила, там смысла нет его включать. Просто он один раз горел, уже ремонтировал, говорит, его смысла нет включать. Но вот появилась надежда. И жители уже ждали положительных изменений. За работу взялись представители Республиканского отделения Общероссийского народного фронта. После долгих тяжб в населенный пункт провели новую линию электропередач и установили новый трансформатор. Но вот незадача. 40 дней трансформатор стоит без дела. Установить установили, а подключить не получается. Было обращение, прошло почти два года, когда мы получили обращение. Мы выехали, изучили, обратились к руководству республики, руководству города. Ну, есть продвижки. Город, уже киха города, построили сети, установили трансформаторный пункт. Установили порядка 70 опор. Линия электропередач порядка больше двух километров построена. Сейчас осталось, можно сказать, уже процентов 90 работы сделано, осталось 10 процентов. Вопрос на сегодняшний день стоит, что хотим получить технические условия у Дагенерго, вот сетей Северный Кавказ, филиал Дагестана. Со слов у ЖКХ города обратились. 40 дней назад было обращение на получение технических условий, но, к сожалению, на сегодняшний день технические условия не получены. Многое уже выполнено. Остался последний рывок. Получить техусловия на эксплуатацию трансформатора. Представители Народного фронта обещают дожать данный вопрос. А людям в это время остается включать электроприборы по очереди, чтобы пробки снова не выбило. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, поселок Шамхал-Тирмен. В Дагестане впервые заработали светофоры с датчиками. Эта система позволяет в зависимости от интенсивности транспортного потока менять продолжительность фаз светофорного регулирования. Всего в рамках интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» власти Дагестана модернизировали 23 светофора. Ранее система была запущена в тестовом режиме. Она круглосуточно просчитывала потоки. А сейчас уже в автоматическом режиме регулируют дорожное движение. Наряду с умными светофорами в Махачкале скоро появятся и умные остановки. В текущем году в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы Махачкалинской городской агломерации модернизировано 23 светофорных объекта. Данные работы включают установку видеодетекторов транспорта, камер видеонаблюдения и соответствующих светофорных объектов. Штраф за яму. Один из заводов в Махачкале привлекут к ответственности за земляные работы. Представители предприятия незаконно пытались проложить инженерные сети. Вскрытие дорожного полотна на проезжей части улицы имени братьев Нурбагандовых было выявлено в ходе мониторинга специалистами управления административно-технической инспекции. Завод обязали восстановить асфальтобетонное покрытие. Нарушение было пресечено, выдано предписание на устранение и восстановление асфальтобетонного покрытия. За невыполнение предписания в установленные сроки управления административно-технической инспекцией составлен материал для подачи в суд. Накануне от управления административно-технической инспекцией города Махачкалы поступлен сигнал о необходимости оказать содействие в привлечении к ответственности представителей организации, которые не санкционированно прорыли траншеи на проезжей части улицы, именно братьев Нурбагандовых. К нами будет составлен материал привлечения к административной ответственности. Дорожное полотно будет восстановлено. Проект «Здоровое село» позволил получить квалифицированную медицинскую помощь более 4000 пациентам в высокогорных районах Дагестана. Мэр Махачкалы Салман Дадаев встретился с реализатором благотворительного проекта в республике, сотрудником НИИ общественного здоровья имени Семашко Загиром Агамовым. За добросовестный труд, профессиональное мастерство и вклад в развитие системы здравоохранения градоначальник отметил врача почетной грамотой. С сентября 2020 года в проекте «Здоровое село» приняло участие более 35 врачей и волонтеров из 20 различных федеральных, московских и республиканских учреждений. Мы пытаемся в некоторой степени решить вопрос с доступностью медицинской помощи для жителей сельской местности. Это актуально, это говорят исследования, показывают статистические данные. Поэтому такая идея возникла после эпидемии ковида. Эти вопросы стали очень остро, поэтому вызвался вот такую идею реализовать в такой проект. Меня поддержали мои коллеги, врачи ведущих учреждений Москвы. И на сегодняшний день уже мы посетили 8 районов в республике Дагестан, сельской местности. Мы выезжаем группами, там по 10-15 человек и оказываем консультативную помощь, помощь в дальнейшем в госпитализации ведущие медицинские учреждения в Москве и республике Дагестан. Мы объединяем команду. Это в основном доктора из московских учреждений, а также из ведущих республиканских учреждений. То есть мы и опытом обмениваемся между собой, с врачами сельских территорий, проводим образовательные мероприятия. В составе группы бывают ведущие сотрудники НИИ, там профессора, доцента, кафедр. И также мы лекции читаем, там круглые столы организовываем с докторами местных служб. В Дагестане выросла площадь овощных теплиц. Теперь их более 460 гектаров. По данным Министельхоза, отрасль овощеводства защищенного грунта отвечает всем современным требованиям. Но безопасно ли употреблять выращенные продукты в пищу? На это ответят сотрудники Ростельхознадзора. Очередные рейды по выявлению опасных карантинных вредителей стартовали в республике. Подробности у Асель Манаповой. Обследование проводится как визуально металлосплошного осмотра растений, так и с использованием феромонных и цветных клеевых ловушек. Феромонные ловушки направлены на выявление томатной моли, а клеевые – на комплекс осущих вредителей, в числе которых табачная белокрылка, листовые миннеры и трипсы. Ловушки устанавливаются на срок до двух недель, в течение которых отслеживается улавливаемость вредителей. Затем они направляются в лабораторию до установления вида насекомых. Всего в этом году только в теплицах планируется вывезти около 3,5 тысяч ловушек различного вида. Всего в 2022 году планируется обследовать 170 тысяч гектар земель, в том числе с применением более 7 тысяч ловушек. Основное внимание госинспекторов при обследовании защищенного грунта направлено на выявление опасных карантинных вредителей, таких как томатная моль, табачная белокрылка, западный цветочный трипс, южноамериканские томатные листовые миннеры и другие. Однако сотрудники Россельхознадзора не могут проверить каждый парник, поэтому обследование теплиц проводят и сами владельцы. Мы каждый день, я и мои девушки, работники, обошиводы, всегда делаем обход, проводим обследование, есть ли где вредители, где какие болезни появились. И если что, мы обращаемся, мы совместно работаем Россельхознадзором, и с помощью ловушек мы уничтожаем некоторые вредители, которые нам вредят растения. Обследование тепличных хозяйств проводится по всей республике ежегодно до июля. Специалисты предупреждают, в случае выявления подозрительных организмов, необходимо незамедлительно сообщить об этом Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора по телефону горячей линии 62-16-14. Асель Монатал Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Дагестан. О спорте. У Ислама Махачева сменился соперник в главном бою турнира UFC. Третий номер рейтинга легковесов Беннил Дариуш получил травму и не сможет 26 февраля выйти на поединок против Ислама Махачева. Место американца займет 35-летний Бобби Грин. Встреча пройдет в рамках промежуточного веса. Примечательно, что последний бой Грин провел в минувшие выходные и он не входит в топ-15 лучших бойцов дивизиона. Махачев четвертый номер рейтинга и в случае победы может стать претендентом на титул чемпиона лиги. Всего на счету дагестанского спортсмена 21 победа и лишь одно поражение в ММА. Бойцы ММА из клуба Universal Fighters завоевали первое общекомандное место на чемпионате Дагестана. Соревнования по смешанным боевым единоборствам проходили в Каспийске. Сильнейших в 10 весовых категориях определяли около 150 спортсменов. Тему продолжит Курбан Рагимов. Высокий накал страстей, борьба на каждом участке ринга. Это чемпионат Дагестана по ММА. На кону путевки на окружные соревнования. Всего 150 бойцов. В захватывающих поединках спортсмены выявляют сильнейших в 10 весовых категориях. Я думаю, не каждый профессионал здесь может с этими новичками потягаться. И они могут себя здесь раскрыть и занять какие-то призовые, отобраться на чемпионат мира, титул, звание. И на дальнейшем тоже это большой скачок и трамплин. Желание у молодых ребят переходить в ММА, выступать все больше и больше. Даже с олимпийских видов спорта, их тренера даже ревнуют по этому поводу. Возьмем даже ту же самую вольную борьбу и с ударных видов спорта тоже. 4 или 5 конкурентных боев за день. Такое испытание – настоящая проверка на прочность. Официальные чемпионаты под эгидой Союза ММА России считаются своего рода трамплином в большой спорт. После побед на мировых форумах среди любителей, десятки дагестанцев смогли реализовать себя в профессионалах. Самые успешные сегодня выступают в ведущих мировых лигах. В 2013 году только начиналось, только открыли версию Союза ММА и, можно сказать, мы первые, кто выступали. Сейчас уже уровень намного поднялся и для дальнейших, для боев, я думаю, это хороший опыт для молодых. То есть выиграешь Россию, Европу, а тебе уже будет говорить, уже дальше будет подписывать, легче будет какую-нибудь организацию, у тебя уже есть какое-нибудь достижение. Морально она и физически во всех направлениях здесь развивает. Уровень вообще, ну это самый лучший метод развиваться для бою, я так считаю, честно говоря. В день проводить по несколько поединков с незнакомыми соперниками. Да, да, это уже и морально, она очень тяжело, ну на каждый соперник подстраивается и разминку на каждый поединок делать, это очень тяжело, честно говоря. Ну, спорт и спорт, без этого чемпионом не становится. Одним из главных открытий соревнований стал махачкаленец Мухаммеда Фанди Асипов. Две недели назад 23-й боец клуба Universal Fighters выиграл юниорское первенство мира. Чемпионат республики в Каспийске стал для него дебютным во взрослой важестной категории. Асипов победил в самом конкурентном весе – до 84 килограммов. Хотел попробовать себя, каково это, по взрослым выступить. Выступил, аль-хамду-ля, по воле Всевышнего выиграл. Тяжело было? Конечно же, здесь все достойные соперники. Всем уважения, чтобы уважали друг друга тоже. Я готовился в клубе ОФ под руководством Раслова Магомеда Леева, главный тренер, и Хаджи Мурада, и дядь Мурада. Спасибо им тоже за все, что они делают для меня. Спасибо всем моим братьям. И моим родителям. Триумф Асипова помог клубу Universal Fighters выиграть кубок за первое общекомандное место. Вторыми и третьими по количеству наград стали спортсмены клуба «Горец» и школы Абдулманапа Нурмагомедова. Эти результаты будут учтены при формировании состава для участия в окружных соревнованиях. Чемпионат СКФО пройдет в начале марта в Ингушетии. Курбан Рагимов, Магвет Расул Магомедов, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Каспийск. К этому часу все. Оставайтесь с нами на НТ, не переключайтесь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»